здравствуйте дорогие друзья я рада вас приветствовать на канале готовим и едим дома меня зовут елена сегодня я буду готовить израильское блюдо шакшука это завтрак очень вкусная яичница жареная в томатах шакшука переводе обозначает смесь это блюдо из яиц жареных соусе из томатов острого перца лука приправ входят в кухню израиля большинство арабских стран и азербайджана подают на завтрак спитой считается его родина тунис она попала в израильскую кухню с выходами из стран марок марокка ливии привезенных его в израиль скорее шакшука обжилась в израиле и стала наравне с хумусом или стал любимым национальным блюдом основа называется матбуха существует много вариантов этого блюда но в канонических рецептах входят яйца оливковое масло томаты лук сладкий перец чили перец брынза петрушка кинза сладкая паприка соль перец орегано зира теперь скажу правило шакшуки яйца должны быть свежие они должны быть комнатной температуры и чтобы они у нас жарились целиком помидоры лучше брать в летний сезон спелые вкусные красные если у нас сезон зимний и помидоры не растут на грядке лучше использовать в собственном соку жарим ее на оливковом масле оно полезное и вкусное и потом в итоге используем зелень кинзу петрушку чем больше зелени тем вкуснее ну приступим к передавлению первым делом нам нужен репчатый лук будем его чистить и резать лук мы порезали кубиками вот получилась одна луковица далее нарезаем чеснок нарезаем мелко чеснок еще нам нужен острый чили перчик я сейчас отдельно убираю пастра все смотрите сами сколько вы будете его класть но кладут его всегда обязательно также будем нарезать болгарский перец перец можете брать красный зеленый желтый можно вообще разных цветов взять освобождаем его от семян и от перепонок и тоже нарезаем кубиком помидора у меня есть хорошая помидора красивая но она очень дорогая мы ее купили поесть просто салат поэтому я буду использовать помидоры в томатном соке они спелые вместе с соусом поэтому для не для яичниц хорошо подходит они но все сейчас я все нарежу и приступим к обжариванию ну вот я все нарезала лук вот у меня получилось две пиалки перец болгарский две пиалки чеснок чили перец немножечко помидоры зелень и сыр фета теперь пойдем к плите будем жарить на сковороду наливаем оливковое масло и будем в масле обжаривать лук это блюдо пришло к нам из древнего карфагена сейчас там находится тунис но оказалось она настолько вкусно что распространилась по всему миру по ближнему востоку в юрсалиме вы найдете шакшу шакшуку на каждом углу и вас там будут уверять что ее придумали именно там к нашему она климату не больно прижилась потому что помидоры у нас не круглый сезон бывает и они зимой не такие вкус кладут в это блюдо и морковь и разные специи овощи это на усмотрение каждого человека кто что любит далее отправляем жгучий перец и кладем специи зеро считает что зеро должна быть обязательно в этом блюде некоторые кладут кориандр зеро дает очень хороший аромат кладем болгарский перец орегано и красную паприку не жгучая немножечко это все обжаривается и добавляем томаты они у меня уже здесь порезанные соусом есть у меня еще немного нарезанных помидор тоже туда положу если помидоры у вас обычные и они будут давать мало сока то нужно добавить томатную пасту и немного водички потому что у нас должна получиться вот здесь вот такая жижка такая вот ну как паста водянистая да водянистая такая чтобы она была вот не густая кусочками а чтобы было как как соус а для чего это соус нам нужен едят эту яичницу с питой с лепешками посмотрите ссылку на эти лепешки у меня в подсказках и в конечных заставках замечательные лепешки очень полезные быстро готовится очень просто из цельнозерновой муки я их делала можно делать из белой муки ну вот мы ждем что это все у нас потушится посолим по вкусу прекрасный аромат идет специй ну вот у нас образовался вот здесь соус что мы делаем дальше вот мы немножечко раздвигаем этот соус и будем вливать туда яйца яйцо должно быть целиком раздвигаем и и и и и и и и варить будем белочек чтобы желточек у нас остался целенький белочек вот присаливаем это блюдо одно из самых популярных ближневосточных блюд шакшуку готовят из яиц которые купаются в томатном соусе звучит подозрительно нечто большое чем просто яичница с помидорами густой соус насыщенный ароматами специй загадочным образом преображается в блюде и даже яйца жарится совсем по-другому более медленно и деликатно по желанию можно добавить сыр либо брынзу я люблю этот сыр фету мне нравится что у него нежный вкус поэтому добавляю ну вот у нас процесс уже приближается к концу белочек у нас затянулся желточек должен оставаться немного как бы сырым но он должен быть целым не растекаться крышкой я не накрываю потому что сразу желток весь затянется пленкой и он не будет таким жидким он будет сразу густым наша жижка вот тоже немножечко погустела сыр тоже расплавился но сейчас будем подавать к столу готовое блюдо готовое блюдо не перекладывают в тарелку а подают в сковороде либо на порционных сковородках посыпаем зеленью подают с лепешками у меня вот чапати наступил момент пробы буду пробовать израильскую шакшуку едят ее так берут лепешку макают соус в яйцо макают Regierung макают у меня своя макают колори макают вы а это весь вкусно это не просто яичница кто мог подумать вроде бы обычные овощи обычные яйца обычная зелень ночи необычный вкус горячо очень горячо с пылу жару немного сырочка друзья мне нравится кухня разных народов мира познаем новые вкусы получаем огромную пользу от таких полезных блюд готовьте пробуйте экспериментируйте ищите для себя новые вкусы и узнавайте новую кухню смотрите канал готовим едем дома кто не подписался подписывайтесь нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новые видео а сегодня пока пока